ребята всем привет сегодня у меня не совсем привычный формат видео дело в том что в этом году я впервые побывала в турции честь этого события взяла с собой камеру чтобы отснять новое место и заодно запустить на своем кулинарном канале новую рубрику влог чтобы ближе познакомиться со своим зрителем но оператор пока из меня не получился поэтому видео отчета по отелю и отдыхе не будет будет кое-что другое дело в том что мой сын фанат динозавров и на отдыхе мы побывали в парке динозавров вблизи города аланья по иронии судьбы видеокадры из этого места самые удачные поэтому если ваши дети любят динозавров не спешите переключать видео зовите их к экрану и поехали вот так выглядит вход в парке динозавров на забрали прямо из отеля и привезли сюда по времени дорога заняла час полтора в одну сторону стоимость экскурсии за двоих 60 долларов ребенку в 6 лет кстати здесь есть магазин где можно купить посуду сувениры турецкие сладости и конечно игрушки животных и динозавров но спешу вас огорчить цены здесь не маленькие например вот такой динозавр стоит 75 долларов чтобы вы понимали до украины его можно купить в разы дешевле мораль бизнеса такова дети плачут а родители платят детская слезинка это монета выход есть просто пройти мимо этого не совсем приметного магазина либо торговаться турции без этого никуда а теперь перейдем к экскурсии первым нас встречает карнатавр хищник позднего мелового периода длина тела достигала семи метров высота до трех метров весил он до двух тонн абсолютно все динозавры в этом парке издают звуки и делают определенные минимальные движения тираннозавр рекс платоятный динозавр из мелового периода один из самых известных динозавров огромнейший череп усаженный десятками длинных зубов мог насчитать полтора-два метра в длину и полностью уместить в себя человека вокруг тирекса разбросаны муляжи останков динозавров череп трицератопса пахицеллозавра и другие крупные и мелкие кости как бы динозавров также на территории парка есть красивый пруд с фонтаном от которого веет приятной прохладой в пруду живет гигантская древняя рептилия прародитель крокодилов называется он сарказух длина около 12 метров вес 8 тонн самое интересное что кроме динозавров здесь живут настоящие птицы рыбы и есть маленький зоопарк по всей территории парка дорожки укрыты козырьками чтобы спасать посетителей от палящего солнца игуанодоны были большими растительноядными динозаврами которые могли перемещаться как на четырех так и предположительно на двух ногах паразауралов это было крупное животное длиной 10 метров его рот похожий на утиный клюв и плоские зубы говорят о растительном питании паразауралов жили стадами и могли общаться гудящими звуками которые ящер издавал с помощью длинного гребня на голове в центре парка находится большая арена с песком и муляжами скелетов динозавров трицератопс тиранозавр рекс а вот 3 динозавра мы не узнали если вы знаете его название пишите в комментариях под видео кстати здесь можно играть детям рыться в песке искать останки динозавров и кладки яиц мы были в парке в начале июля жара под 40 градусов а сама песочница назовем ее так находится на палящем солнце так что желающих поиграть в песке не оказалось совсем алазавр был хищником передвигался на мощных задних лапах длина 8 с половиной метров высота три с половиной метра вес около полутора тонн как называются динозавры ты знаешь точно алазавр это они все разные посмотрите внимательно есть мы такие кто знает так наш главный палеонтолог сегодня представляю вам он знает что это алазавр это у нас барионикс алазавр и карнатавр когда палеонтологи находят динозавриков они им дают такие названия которые хотя бы что-то означают вот барионикс означает тяжелый коготь у макета маленький сделали дилофазавр длина 7 тонн вес 400 килограмм дилофазавр был двуногим хищником быстрый и подвижный бегун охотился на травоядных динозавров размеры всех динозавров сделаны под настоящих они просто впечатляют посмотрите на этого брахиозавра брахиозавр является одним из самых узнаваемых из всех доисторических животных он выделяется своими большими размерами высокими плечами длинной шеей и высокой головой у брахиозавра был очень маленький мозг и поэтому ученые полагают что он был не очень смышленым если вы смотрели мультик ледниковый период главные персонажи в этом парке тоже есть огромные но в отличие от динозавров звуки они не издают и не шевелятся просто стоят для красоты разнообразия и фотографий в течение многих лет это был самый длинный из известных динозавров однако у он является одним из самых легких динозавров по соотношению длины и веса хвост вероятно служил в качестве противовеса для шеи но возможно носил и оборонительный характер а здесь кто не знаю посмотри собака самая прикольная достопримечательная привет привет собака ах какая у меня щеночки вон еще а сюда иди давай залазь я тебя сфотографирую опа кого-то здесь не хватает пахицелозавр толстоголовый растительноядный динозавр как и другие его сородичи пахицелозавр был двуногим животным с длиной тела около четырех с половиной метра и масса примерно в четыреста пятьдесят килограмм а идем туда посмотрим поближе мама скоро перегреется это куда похуже будет плейзиозавры были прекрасно приспособлены к жизни в водоемах хотя им приходилось выныривать на поверхность чтобы вдохнуть воздух имели четыре конечности и бочкообразное тело обитали в соленых водоемах морях и океанах стегозавры были крупнейшими представителями своего инфраотряда их максимальная длина составляла 9 метров высота 4 метра на спине стегозавра находилось 17 костяных пластин которые не были выростами каких-либо костей внутреннего скелета а располагались обособленно некоторые ученые полагают что пластины были подвижны и могли менять угол наклона а я его не снимала обкаканный весь птичками ой смотри дерево тоже шевелится он как бы дерево ломает в парке вы также можете посетить крытый зоомузей который включает в себя зал птичек аквариум и террариум рыба поцелуй почему она так называется? как ты думаешь? очень размеясь питон а питон а здесь кто? а здесь кто? а здесь игуана игуана опять грибочка кто это такое? у нее так стекло запотело она любит влагу вот такая опять грибочка ядовитая а сколько здесь прям грибочек? кожа ее а здесь кто? никого? а здесь кто живет? ну написано и здесь тоже нет а здесь разные виды сон белеска а здесь что? нет слушай это рыба любит позировать смотри а здесь кто? а здесь вот а вот черепашки красноухая да ты права у нее красноухая черепашка черепашка тоже смотри здесь грибочка опять тебя видай грибочка у меня опять тебя аквариум парка покажет вам интересные виды рыбок в музее очень прохладно здесь вы заодно и отдохнете и расслабитесь глядя на рыбок конечно маловато тесновато вам друзья смотри вам пираньи это пираньи? да ты прав ого эй я думала вы поменьше будете такие милашки ой рыба луна класс смотри какая она классная слушай а ты же говорил что у нее нету хвоста посмотри это самая классная рыба они так классно плывут а здесь кто? а это плотина а это плотина в птичьем зале вы увидите несколько видов попугаев канарей и других пернатых обитателей тропиков с ярким оперением по моему они дружно здесь сидят смотри крокодил а это стоял что вы думаете? они не злыла? не злыла не злыла не злыла посмотри на того что повысило глаза то открываются открываются после того как вы погуляете вас ждет представление с живыми морскими котиками они танцуют показывают разные трюки и конечно же можно с ними сфотографироваться за определенную сумму в общей сложности мы были в этом парке около 3 часов поверьте, этого вполне достаточно для прогулки, фото и видео на территории также есть кафе чтобы перекусить экскурсия в парк динозавров Алании у нас входила в категорию мероприятий для детей хочу сказать что и взрослые получат там массу удовольствия парк хорош также своим познавательным моментом виды динозавров очень наглядны и гид подробно расскажет про каждый из них вот такой небольшой обзор думаю вам было интересно если есть вопросы пишите в комментариях с радостью отвечу всем если вам нравится видео такого формата ставьте лайк и я обязательно покажу вам еще что-нибудь интересное с вами была Неля до скорых встреч ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok